Зараз я разумею, что, когда пришелся в подраздел Збройной силы, что тут, насправді, боятся все, это нормально, но за меня тут много кто думает. Скажем, командир и все. Если выполнить четкие указки, что тебе говоришь, что тебе все, ничего там не станет. Когда мы волонтерили, насправді было немного по-другому. Это уже, с точки зрения того, что, сколько времени пришло, уже какой-то певный опыт появился. Насправді, тогда более безопасно было. Не знаю, что я сейчас, без собою, как раз, в этой форме залишился. Есть оберег. Колись планую приеду домой. Десь кому-то покажу, что я ходил. А насправді оберег. Ну, надо верить, что все будет хорошо. А какой у вас оберег малюнок? Я дитячий малюнок. Колись планую, что, дай Бог, он збережется, все будет нормально. С этой дитинкой встретиться. Ну, злуцкая дитина. Я думаю, что ему будет приятно. И все. Ну, может таки, мне будет приятно. Детвора, адепни, они всегда витаются, всегда посмехаются. И мне кажется, что показатель того, что мы идем правильно жить. Ну, он действительно так. Чи это был Вахмут Артемьевского. Чи тут. В Луганской области здесь. Там переезжали, и когда дети выходят, видят, витаются, всегда помахают. По возможности, есть какая-то там цукерка, какая-то там пранка. Все равно, дети – перший индикатор настрою общества. Доросли, может так, кто не покажет. Детям, что кто сделает. Доросли боятся проявить свою позицию. Тут много людей, которые, на самом деле, имеют свою позицию, но они ее не фишуют. Чтобы не разочаровываться, не нужно разочаровываться. Прости рецепт. Тобто, нужно понимать, что не нужно создать ни кумиров, ни каких-то певных жителей. Просто обычным життям так легче. Не нужно думать, что завтра это светлое будущем настанет, и я буду в нем жить. На самом деле, может быть и по-разному. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова